Можно и без причастия. Для чего христиане придумали исповедь? Религия и мировоззрение можно и без причастия. Для чего христиане придумали исповедь 8 часов? AP Photo, Сергей Гритц. В православном храме. AP Photo, Сергей Гритц. Москва, 14 апреля Новости, Антон Скрипынов. Православные христиане в воскресенье под конец Великого Поста вспоминают преподобную Марию Египетскую. В этот день Церковь призывает верующих к покаянию и исповеди. Как возникло одно из самых необычных и психологически сложных христианских таинств и в чем его настоящий смысл рассказывает Рия Новости. Непростая история. Как я буду кому-то открываться в своих грехах? Подобным вопросом задавались многие, прежде чем решиться на первую исповедь. Действительно, далеко не каждый осмелится выложить все самое сокровенное. По сути, незнакомому человеку-священнику. Поэтому и исповедь одно из самых непростых таинств христианства. Впрочем, в первые века существования этой религии все было еще сложнее. Древние христиане исповедовали свои грехи публично, перед всеми. Считалось, что тем самым грех одного человека берет на себя вся община и молит Бога простить оступившегося. Так повелось еще со времен апостолов, примерно в середине века нашей эры. Иаков, к примеру, призывал христиан, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Правда, до сих пор непонятно, все ли грехи христиане исповедовали открыто. Об этом достоверно мы сказать не можем. Очевидно, неблаговидные деяния, про которые и так всем было известно, например, отступление от веры исповедовали именно так. Какой смысл делать это тайно? Объясняет церковный публицист иеромонах Макарий, Маркиш. 9 июня 2018 года, 08.00 религия и мировоззрение скажу полиции, что заставит священника раскрыть тайну исповеди, но постепенно практика публичной исповеди с общей молитвой за согрешившего сошла на нет. Известно, например, что святитель Василий Великий, живший во второй половине фуо века, ввел практику тайной исповеди для неверных жен. Дело в том, что в Византии мужи обычно убивали изменниц и по закону их за это не преследовали. Однако и после нововведения в каждой общине таинство исповеди проходило по-своему и никакого единообразия в этом вопросе не было. Таинство покаяния, в нынешнем виде. Примечание редакторов, оформилось в 17 веке. Прежде были какие-то другие чины. Вероятно, история этого таинства была особенно непростой, отмечает ректор православного свято-тихоновского гуманитарного университета протеарей Владимир Воробьев. Новая жизнь. Между тем от переменной формы суть исповеди не меняется. Это институционализированное покаяние, говорит протеарей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Причем в христианском смысле покаяние это не просто сожаление о своих проступках, а изменение образа мышления. То есть покаявшийся должен полностью пересмотреть свои взгляды на жизнь. К этому как раз и призывает Церковь в День памяти Преподобной Марии Египетской и предшествующий ему четверг, когда в храмах читают Великий Покаянный Канон и ее житие. 11 марта 2018 года, 08.00 Религия и Мировоззрение. Середина Великого Поста, почему православные поклоняются древу жизни. Первая часть жития Марии Египетской свидетельствует о крайней степени падения, в ее случае блуди, отмечает отец Максим. Однако в какой-то момент она осознала всю глубину бездны, в которой оказалась, и на оставшиеся 47 лет жизни ушла в пустыню бороться со своими страстями. С этого начинается вторая часть ее жизнеописания. Это свидетельство того, что подвигом покаяния человек может из самой мерзостной пакости подняться с помощью Божьей и с решимостью пройти этот путь бескомпромиссно, подчеркивает Протеиарей. Ежедневный подвиг. Конечно, в современном мире христианам сложно последовать примеру Марии Египетской буквально, убежав на полвека в пустыню. Но существует и исповедь. Человек раскаивается в своих грехах и свидетельствует о том, что готов с ними бороться, а священник произносит над ним специальную разрешительную молитву. Священник нужен здесь неспроста. Он преемник апостолов, которым, согласно Евангелию, сам Иисус Христос дал власть отпускать грехи. Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся, приводит слова Спасителя Евангелист Иоанн. 11 марта, 8 часов. В мясе ничего плохого нет. Когда и для чего установили Великий Пост? То есть, согласно христианскому вероучению, грехи человеку прощает сам Бог, а священник служит здесь посредником. И, вопреки распространенному мнению, он не взвешивает грехи по степени тяжести, отмечает отец Макарий, Маркиш. Это делает Бог. Самый яркий пример распятый вместе с Христом разбойник, который был настоящим злодеем и убийцей, но в предсмертные минуты покаялся. И Господь сказал ему, «Ныне будешь со мной в раю». То есть он стал первым человеком, который там оказался, напоминает историю священнослужитель. Однако это вовсе не значит, что для покаяния достаточно назвать при священнике тот или иной грех, а потом идти грешить дальше. Все гораздо сложнее. Можно разделить грехи на три вида, в зависимости от способа покаяния. От некоторых нужно всего лишь отказаться и все, пока я не осовершилась. Речь идет прежде всего о заблуждениях. Я считал, что дважды два пять, а потом признал, что дважды два четыре. Значит, я свободен от этого греха. Сюда относятся всякие суеверия и предрассудки, говорит иеромонах Макарий. Второй вид грехов, по его словам, требует немалых усилий, чтобы победить их. Например, пьянство или сквернословие. А с третьим видом грехов борьба идет до последнего вздоха. Никто не может сказать, что был гордым, а потом резко стал смиренным, был эгоистом, а стал альтруистом. Наши дефекты остаются с нами, и мы должны с ними бороться непрерывно до конца жизни, рассуждает Отец Макарий. Если упал, поднимись. Но если далеко не каждый грех возможно преодолеть, насколько часто следует приходить на исповедь к священнику. Чем чаще, тем лучше, или же, как в раннехристианские времена, пару раз за всю жизнь. Нет стандарта, как регулярно должна совершаться исповедь. Скорее церковь говорит о ситуациях, в которых исповедь решительно необходима. Например, она обязательно при тяжком смертном грехе тут точно нельзя откладывать, разъясняет Отец Максим Козлов. Согласно христианскому вероучению, если человек не покаялся в смертном грехе, он в таком случае не может спастись. По принятому в 2 веке списку, к таким грехам причисляют прелюбодеяние, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордыню. 10 февраля 2016 года. 15.55 Религия и мировоззрение. Великий пост у католиков и православных. Сходство и различия с пепельной среды. 10 февраля, католики всего мира начинают подготовку к главному христианскому празднику Пасхи. У православных предпасхальный пост начнется 14 марта, но его символизм и обрядность во многом отличаются от католических. По словам отца Максима, вовсе не обязательно после исповеди причащаться. Эти таинства изначально вообще не были связаны друг с другом. В Греции сегодня причащаются без предварительного покаяния. В Русской Церкви иная традиция. В Русской Православной Церкви на протяжении долгого времени существует связь между исповедью и причастием. Это оправдано, потому что таинство исповеди помогает человеку избежать двойственных мыслей. Исповедь есть некий труд самооценки и самоанализа перед причастием, даже если ничего катастрофического в твоей жизни не случилось, подчеркивает Богослов. В этом и заключается одна из главных целей Великого Поста побудить человека к самоанализу и исправлению. А пятая постная неделя, посвященная Марии Египетской, призвана, по словам отца Максима, донести до верующих один из самых важных посылов – нет падения, после которого нельзя было бы подняться. Продолжение следует...